Овный, приветствую вас! Давайте посмотрим ваш расклад на сентябрь месяца, что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. И в конце этого расклада я возьму для вас карта совета, что вам высшие силы советует, как вам нужно себя вести, может остерегаться что-то, может как-то на что-то нужно обращать внимание. И первая карта для вас на начало месяца, это карта мира. Карта мира нам показывает, да, сохранить свои цели, мысли, вот даже в начале сентября уже вам стоит все-таки, то, что на сегодняшний день, вот как бы продолжается и в сентябрь месяце, то, что вы должны сохранить. Для некоторых это может показывать, что уже в начале месяца, да, уже у вас идет как бы окончание чему-то, да, у вас как-то поставлена точка на что-то. Давайте посмотрим следующая карта, да, о чем это говорит нам, для того, чтобы вам было более понятного, да. Следующая карта для вас, это карта умеренность. А карта умеренность больше говорится о вас, да, больше говорится о вашем внутреннем состоянии, о ваших эмоциях, о ваших каких-то переживаниях, то, что вы в начале, да, уже в сентябре заходите в такие, знаете, мысли, чтобы принять какое-то решение. Может быть, обдумывание каких-то решений, стоит сделать или не стоит сделать, но эти решения зависят только от вас. Вот пока вы не примете сами решения, вам не сможет никто помочь. Давайте посмотрим следующая карта для вас, что это касается. И следующая карта для вас, это карта башни. Карта башни для некоторой может быть, что, как я сказала, если те, которые находятся, мужчина и женщина в отношении, да, у них вот состояние будет, что может все-таки закончить каких-то отношений, может их как-то завершить, да, разрушить. Но почему-то показывает, что вы сами, женщины, мужчины, овны, думаете, что сами своими руками должны это делать. Не кто-то, да, вот кто-то в отношении, а именно вы сами. И для некоторых это по башне разрушить своих каких-то стереотипов. Это внутреннее ваше состояние по умедленность показать, что сохранить, да, какая-то, может, позиция для того, чтобы вы не разрушились, да, какие-то, вот на эмоции что-то вот неправильно сделать. Все-таки сохранить, да, и постараться, да, контролировать вот в начале месяца себя. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Эта карта показывает пятерка мечей. Пятерка мечей показывает, что у вас какие-то страхи есть из прошлого. Может, какая-то ситуация у вас, она завершена, да, она как-то закончилась, но почему-то вы в середине месяца стоите на страже в порядке. Почему-то у вас есть такие мысли, что эта ситуация у вас повторится, и опять вы будете в той состоянии разбитые, да, вот разрушения, да, уничтожения какие-то, может быть, какие-то опять страдания, да, у вас идут. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта – это четверка жезла. Мои дорогие мужчины и женщины овны, да, может, у вас в прошлом были по башне показывают разводы, разрушения, да, каких-то отношений. Но давайте вот именно на середине месяца, если вы находитесь в отношении, не повторите те же ошибки, как в прошлом. Не спешите закончить что-то. Может, у вас есть знакомство, может, уже есть какие-то отношения, которые вы должны переходить на другого уровня, но то, что вы должны быть друг с другом, да, доверять друг другу, это однозначно. Самое главное для вас – быть вот по умеленности, да, держать баланс, контролировать именно свое состояние, а вот не человека, который рядом с вами. Это ваша вот как бы проблема. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца – король жезла. Больше это говорится о мужчине. Мужчина овны, контролируйте себя, будьте благородным, не старайтесь спешить что-то разрушать. Для некоторых, может быть, даже касается это рабочие моменты, да, какие-то вот в бизнесе, да, доверительные каких-то отношения были, да, друг друга рассказывали, поддерживали, да, как бы, ну, решали какие-то ситуации. И почему-то в середине месяца у вас опять страхи, что по башне они, вот, человек, который у вас рядом вот в работе, да, есть на сегодняшний день, у вас думает, у вас есть мысли, что опять эта ситуация повторится, опять каких-то разрушений у вас в жизни, но хочу сказать, что это только ваши страхи. Вот в начале и в середине месяца, как бы, это показывает, что нет у вас, да, это как бы только ваши мысли, да, и какие-то вот переживания. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, семерка кубков. О чем я и говорю, это ваши переживания, это ваши иллюзии, это какие-то ваши фантазии о том, что у вас опять повторится и закончится что-то. Для некоторых, я как и говорю, это может касаться отношений, повторения, те же ошибки с прошлого, или в работе то же самое. Здесь просто вам нужно поработать над своими каких-то, знаете, мыслей, которые только в вашем голове. Это может касаться ваших страхов, это ваши какие-то переживания. Следующая карта для вас на конец месяца, мои дорогие овны, это семерка мечей. Будьте аккуратны. Под конец месяца, да, могут быть те люди, которые как энергетические вампиры. Они могут быть рядом, да, для того, чтобы узнать что-то про вас, да, узнать какие-то ситуации, моменты. Для одиноких людей, мужчин и женщин, овны, это может быть то, что вы под конец будете в каких-то иллюзиях, каких-то фантазиях, каких-то мечтах, переживаниях, и у вас будет уходить силы, энергия. Это сами, да, как по башне, это вы сами должны как-то ситуацию, да, разрешать. Давайте посмотрим карта совета, да, что вам высшие силы советует, как вам себя вести на протяжении всего месяца. Солнце, быть энергетически, быть оптимиста, радоваться, что происходит вокруг вас. Давайте вот именно сентябрь месяца, да, постараться не внушать себе каких-то иллюзий. Проживайте вот именно сентябрь месяц так, как у вас идет. Здесь вот больше показывает, что для того, чтобы вы не разрушились то, что происходит с вами на сегодняшний день, вам нужно радоваться каждого момента, каждой ситуации, проживать ее достойно. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.